Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Плавание. Вид спорта, наверное, самый доступный и дешевый. Что необходимо? Река и минимум плавки или купальник. Максимум добавляются очки и шапочка. Но почему же вот уже 9 лет наши самарские пловцы не могут засветиться на пьедестале почета Олимпийских игр? Последний герой-олимпионик Никита Лобинцев. Серебряная медаль в китайском Пекине. Истафета 4 по 200 метров вольным стилем. Все о самарском плавании мастеру спорта сегодня расскажут. Директор 8-й школы Олимпийского резерва Светлана Кузьмина и Галина Зайцева, представитель департамента спорта городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, олимпийские чемпионы – это единицы в мире. А объяснить это можно тем, что в 90-х годах у нас в городе было 6 школ по плаванию. На данный момент у нас единственная школа муниципальная, которая занимается развитием этого вида спорта. Естественно, город у нас вытянутый, длинный, и место проведения занятий не всегда совпадает с возможностью родителей довести чада до этого места. Поэтому не все олимпийские чемпионы могут прийти в то место занятий, где проводится это. А где проводится? У нас это занятие проводится в Центральном районе, Ленинский район. Бассейн ЦСКА ВВС у нас плавают основные спортсмены. Еще у нас несколько бассейнов сейчас задействовано. К сожалению, у нас не столько много бассейнов, сколько бы хотелось. И обеспеченность города именно бассейнами у нас, к сожалению, очень низко. Но в последнее время тенденция у нас пошла. Все-таки у нас начали строиться бассейны. И департамент, в принципе, старается, чтобы наши дети плавали в этих бассейнах. В рамках муниципального задания, естественно, в школе выделяются и субсидии на аренду бассейна. К сожалению, в своей тренировочной базе у нас дюшер номер 8 не имеет. Но в настоящее время у нас идет работа. Мы ищем и инвесторов для строительства, потому что в рамках муниципального бюджета, к сожалению, это не представляется возможность. В рамках областной программы у нас, к сожалению, тоже бассейн не заложен. Обычный самарец же во всех схемах не разбирается. Он видит, бассейн построили здесь, бассейн построили здесь, бассейн построили здесь. Вот объясните, как вот эта схема, попроще, как она действует, и кто может попасть в эти бассейны? И как попасть в школу, чтобы плавать в этих бассейнах? Ну, бассейны, к сожалению, они принадлежат не муниципалитету. Они не находятся в муниципальной собственности, то есть они в собственности субъект Российской Федерации. В настоящее время, вот что орбита, что маяк, которые последние, они переданы под ведомственное учреждение Министерства спорта Самарской области. В рамках госзадания сборные команды Самарской области, куда входят, кстати, и наши дети, очень много у нас воспитанников, они плавают на бесплатной основе, то есть в рамках государственного задания. Все остальные занятия, конечно, платные. Естественно, и абонементские группы платные, то есть приходится населению платить за данный вид услуг. Светлана, расскажите, вот чтобы попасть в вашу школу, нужно сначала на какие-то частные занятия походить, научиться держаться на воде, а потом уже, когда родители видят, что вроде барахтается чадо, к вам приводить? Или как, с чего начать? Как правильно? Ну, слово барахтается не особо правильно. Вот. Мы ведем занятия с группами, начинаем, и я вообще противник частных занятий, противник барахтания, потому что все двигательные навыки должны у ребенка прививаться правильно сразу. То есть если, ну, такое есть выражение, сложнее переучить, чем научить. Вот. То есть наши тренеры проводят занятия групповые в бассейнах, группа детей проходит сначала этапы, первый этап начальной подготовки, потом отбирается дальше, второй там учебно-тренировочные группы. Вот. То есть, ну, тренер отсматривает, тренер выбирает, вот. Ну, и дальше уже участие в соревнованиях, занятиях дальше. Мы привязаны к ЦСКА ВВС еще по такой причине, как все-таки школа для детей. Вот. Очень тесно сотрудничаем со спортивным лицеем, с Ларисой Николаевной Фурсовой. Вот. То есть все наши дети, воспитанники с пятого класса переходят туда в лицей. Вот. И совмещают учебу и спортивные занятия. Спорт этот дисциплинирует очень сильно. И у нас все практически дети, которые заканчивают школу, они заканчивают очень неплохо школу, и все практически поступают в институты. Ну, давайте о наших героях сегодняшнего дня расскажите. Большой успех, конечно, федерации плавания, что в этом году первый этап Кубка России проводился в Тольятти. Я считаю, что этот шаг, ну, большой успех в том, что мы в своем регионе можем провести такого уровня соревнований. Большой успех. Спортсмен Резаев Ян у нас подплыл, выполнил там на этих соревнованиях норматив мастера спорта. Выиграл две дистанции. Причем это пловец универсального класса. То есть 200-400 комплекс. Это очень сложно натренировать такую дисциплину. То есть есть вольный стиль, есть там баттерфляй на спине, брас. А эти спортсмены плавают все четыре вида плавания. Поэтому достаточно сложно встретить такого спортсмена, достаточно сложно тренировать его. Но вот у нас появился такой спортсмен к нашей радости. Будем дальше с ними работать. Также мы выиграли эстафету 4 по 200 к ролевую. У нас три участника из четырех, воспитанники нашей школы. Это Реов, Богданов, Волков, Владислав. И много призовых мест. Это вторые, третьи места. Я считаю вообще у нас при таких условиях, которые мы имеем... Скажем, тренировка на балконе, да? Да, тренировка на балконе. Это очень замечательный результат. Да, я считаю, в общем-то, этот результат у нас успешный. Вот тренеры... Хороший состав тренерский у нас. Два у нас заслуженных тренера работают в школе действующих. Специалисты хорошие. Много тренеров высшей категории. Чтобы подготовить мастера спорта, нужно проработать со спортсменом не меньше 10 лет. Что и подтверждает факты, истории. Чтобы подготовить олимпийского чемпиона, ну вот можете себе представить, потому что олимпийский чемпион это заслуженные мастера спорта, ну мастера спорта международного класса. Это уже больше. То есть, ну вот, пока у нас там уровень российский. Какие все-таки у нас перспективы в плавни? И что готов в город сделать для того, чтобы наконец-то на каких-нибудь ближайших олимпийских играх наши спортсмены показали, что не зря они плавают в наших самарских бассейнах. У нас буквально на днях был назначен новый руководитель департамента. Это Виктор Петрович Анисатов. Я думаю, что мы все-таки вопрос своей спортивной базы, именно своего муниципального бассейна, где смогут тренироваться наши золотые рыбки, наши звездочки. Я думаю, что этот вопрос будет еще остро подниматься. И я все-таки думаю, что мы построим свой бассейн. Тем более, в прошлом году было 55 лет в нашей спортивной школе. Ну и на юбилей мы пообещали, что будет бассейн. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы он был в городе Самары. Это было плавание на телеканале Самары ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин